Затем на практических примерах рассмотрим, как можно торговать без индикаторов. Рассмотрим примеры, которые прямо сейчас есть в режиме реального времени. И начинаем мы немножко с теории с вами. Что такое у нас безиндикаторная торговля? Это торговля, как уже можно понять из названия, без индикаторов. Индикаторы у нас бывают как технические, так и фундаментальные. Обычно у нас принято считать, что индикаторы – это строго теханализ. Но и в фундаментальном анализе есть индикаторы – это различные индексы, показатели различные. Они тоже называются индикаторами, с помощью которых также составляются торговые стратегии, которые также позволяют рынок анализировать. И очень часто многие трейдеры спорят, какой же вид анализован самый лучший. То ли это технический анализ, то ли это фундаментальный анализ. И также необходимо отметить, что есть и анализ рынка вообще без индикаторов, без технических, фундаментальных. И вот сегодня как раз мы об этом поговорим. Обычно к такому подходу безиндикаторной торговли относят анализ на основе японских свечей, анализ на основе торговых диапазонов и волновой анализ. И сегодня я предлагаю на практических примерах разобрать первые два таких вот вида. Это анализ на основе японских свечей, анализ на основе торговых диапазонов. И волновой анализ я предлагаю сегодня рассматривать. Почему? Потому что это достаточно такой специфический вид анализа. Я ничего против этого вида анализа не имею. Но если, допустим, поговорить с двумя волновиками, которые используют волновой анализ, то очень часто от них можно услышать совершенно разное понимание рынка. Один говорит, что мы находимся в коррекции и дальше будем расти. Другой говорит, что мы находимся в сильном исходящем тренде и дальше будем сильно падать. При этом они рисуют волны. И вроде как и то, и то одинаково верно. То есть здесь такой вот вид анализа волновой, он достаточно такой субъективный. И один человек может увидеть одну волну, вторую, другую волну. И там есть различные растяжения волн. Допустим, сначала определяется, что волна там, условно говоря, закончится. Условно там какой-либо инструмент, там какой-нибудь валютной паре, там, допустим, евро-доллар на 1.15. А потом волна идет дальше и уже волновики говорят, что здесь растяжение, она удлиняется там до такой-то отметки. То есть потом все перерисовывается, потом еще что-нибудь нарисовывается. То есть достаточно такой тяжелый специфический подход. И здесь не все люди могут в этом разобраться. Поэтому наша задача найти такой метод, где можно разобраться абсолютно любому трейдеру с любым опытом торговли. И желательно, чтобы вообще его по торговле не было. То есть найти такие простые эффективные методы, которые понятны всем абсолютно. Что можно посадить любого человека, показать ему вот здесь вот такая-то моделька сформированная, и она приносит вот это. И потом человек сам легко найдет эту модельку. А вот, допустим, по волновому анализу тут надо очень сильно разбираться, очень немного попотеть, чтобы во всех этих волнах разобраться. И вот Олег правильно подметил, что действительно есть авторы, которые все это формализуют. Но в большинстве своем получается, что мало кто из тех людей, кто это все читает, все эти труды. Тот же самый проектор, допустим, который занимается анализом рынков по волнам Иллиота. У него там даже свой сайт есть ассоциации, есть волновиков. И, пожалуй, наверное, только он, и может быть еще несколько его последователей во всем разобрались. Остальная масса людей мало что понимает в этом виде анализа и спрашивает совет у самого этого проектора. Ну и за денежку он советует там, что сделать. Поэтому наша задача сейчас не спрашивать совета у кого-то там за денежку. Поэтому наша задача найти какие-то хорошие и простые методы, которые мы сами можем найти. И чтобы нам никому денежку не платить, чтобы нам чего-то подсказали, мы сами это все можем за бесплатно сделать. И сами на всем этом можем торговать. И что хотелось бы отметить перед тем, как мы начнем уже на графиках рассматривать вот эти элементы безиндикаторной торговли, хотелось бы отметить, что здесь безиндикаторной торговли, как и в торговле по индикаторам, существует одна общая такая закономерность. Это чем больше временной масштаб, тем сильнее сигнал. То есть, что это значит? Это значит, что если мы нашли какую-либо модель на недельном или дневном графике, то такой сигнал он более сильный, чем, допустим, если аналогичная модель, она появилась где-то на часовом графике или на 4-часовом графике, на 30-ти минутках, на 5-ти минутках и так далее. Соответственно, чем выше этот таймфрейм, тем более сильный сигнал. Поэтому мы сегодня будем рассматривать именно сильные сигналы, которые появляются на дневках, на недельках, а другие таймфреймы брать не будем, потому что они у нас, сигналы могут также появляться на этих таймфреймах, и они появляются постоянно, но это менее такие сильные сигналы. И сейчас начинаем мы наш с вами с нефти, с нефти марки Brent, потому что здесь прям вот такой ярко выраженный сигнал прям вот на покупку. И сейчас вот мы видим, новости вышли по Америке по запасам, и нефть растет. Вот и Brent, и WTI, и получается вот такая реакция сегодня, прям вот такой системный рост вот на этих новостях. Но если мы не берем новости, потому что мы говорим, что мы торгуем без индикаторов, мы рассматриваем без индикаторов торговлю, то у нас тоже появился сигнал на покупку. И здесь мы видим недельный график, вот в этой области, которую я обозначил. Здесь мы видим моделька бычье поглощение, такая вот большая свечка с зеленым телом. До этого была свечка с красным таким телом, то есть свечка была медвежья, а потом стала бычья, причем очень такая большая бычья свеча. Тело зеленой свечи перекрыло тело красной, и цена закрылась выше экстремума, потому что экстремум был на отметке 47.89 по Brent, это недельный график, и цена закрылась выше. Таким образом, мы на следующую неделю получаем сигнал на покупку нефти. И здесь вот мы видим, что у нас в начале недели нефть сходила еще раз повыше, вот мы видим шпильку вверх, потом она скорректировалась пониже, протестировала тот самый экстремум медвежьей свечки 47.89, но за ним не закрепилось, это просто было тестирование, ложный прокол такой, и обратно цена вернулась вверх. И сейчас вот цена у нас 49 ровно по Brent. Таким образом, мы имеем сигнал на покупку, и этот сигнал мы можем держать до конца этой недели, то есть всю неделю мы его можем держать. Поэтому здесь очень такой сильный сигнал, в чем его сила? Сила в том, что, во-первых, он появился на недельном графике, это еще более сильная информация, чем дневки, это первый момент. Второй момент, то, что бычья свечка, она недельная закрылась выше экстремума, то есть выше максимума вот этой медвежьей свечки, это еще блинный сигнал, потому что бывает просто тело перекрывает, это тоже модель поглощения. Но самая такая сильная, это когда именно закрытие за экстремум. То есть это уже такая своего рода психология, значит, на рынке много покупателей, они покупают, покупают по любой цене, и в итоге вот такая вот у нас тенденция. И в итоге мы как раз и видим, что у нас неделя открылась, и новый рывок вверх. Потом небольшая коррекция вниз, сейчас опять новый рывок вверх. Евгений, вы совершенно правы, что эта модель против тренда, но как раз она и является разворотной, она является контртрендовой. То есть поглощение бычья, оно внизу рынка, поглощение медвежьей, оно наверху рынка. И здесь, с одной стороны, возникает такая вроде бы опасность, что мы говорим о том, что торгуй по тренду, тренд is your friend, тренд твой друг, а тут вроде бы против тренда. Но если формируются сильные сигналы, их также необходимо учитывать. Одно дело, если бы такая модель, обычное поглощение, была там на 4-часовом, на часовом графике, там это слабая модель. А здесь модели очень сильные, на недельках, и закрылись выше экстремума, это очень сильный сигнал, который мы можем использовать. Таким образом, то, что сейчас нефть растет, и с начала этой недели, у нас котировки были 48,90, и то, что сейчас начинается рост, это все как раз и является хорошим продолжением вот этого сильного сигнала. Поэтому такие вот модельки, их легко найти, ничего сложного в нем нет. Мы видим, что, допустим, это вот бычье поглощение, внизу рынка, аналогичная модель, она будет уже наверху рынка. Сначала была бычья свечка, потом большая медвежья свеча. И еще раз помним о том, что чем старше таймфрейм, тем сильнее сигнал. Поэтому в первую очередь учитываем именно недельки и дневки. Если вам хочется смотреть часовки, можете смотреть. Но, на мой взгляд, там сигналы не такие сильные, а все-таки лучше смотреть именно вот дневки и недельки. Такой вот еще интересный сигнал у нас тоже не так давно был на прошлой неделе по нефти. Он тоже периодически бывает, появляется, и он тоже очень такой хороший, очень сильный. Это вот здесь тоже вот область выделена. Это пин-бар, так называемый. Это у нас свечка на дневном графике. Это вариант, когда тело практически так, цена открытия практически равна цене закрытия. То есть такое небольшое тело, или его вообще тела нет, или оно небольшое. И у нас длинная тень. Длинная тень либо вверх, либо вниз. И вот здесь у нас длинная тень вверх. И здесь становится такая вот пограничная. То есть может быть, как на следующей свечке падение, падение, причем сильное. Может быть, и сильный рост. Если мы говорим о сильном росте, то нам нужно, чтобы цена следующей свечки, цена закрытия, была также выше, чем максимум этого пин-бара. У нас максимум был 48-24, и это 29 июня. Такая модель сформировалась. И мы видим следующую свечку, она бычья, и закрылась она выше. Вот здесь горизонтальная линия, это как раз вот этот самый экстремум 48-24, красный цвет. И мы видим закрытие дня следующего намного выше, чем этот экстремум. Эта моделька уже бычья, моделька сильная, и мы видим, что сильный рост котировок. Потом первый день, и потом также еще один задерг был выше. После этого уже пошла коррекция. То же самое случится и внизу графика, если мы увидели такой пин-бар только уже внизу, и затем следующий день закрылся ниже экстремума, то у нас уже моделька, соответственно, на продажу, мы можем продавать. То есть, вот такие модельки тоже, они очень неплохо работают, и они хорошо работают, если они появились на, допустим, недельках и на дневках. Можно, конечно, смотреть любой абсолютно таймфрейм, но всегда вы должны понимать, что чем ниже, тем слабее сигнал. Поэтому вовсе не обязательно так расстраиваться сильно, если мы сейчас посмотрели там и где-то каких-то моделек не увидели. Ничего страшного в этом нет, у нас есть завтрашний день, и если все будет хорошо, мы будем живы-здоровы, то завтра также можно поискать какие-то модельки. Причем инструментов у нас очень много. В нашей компании Фрешфорекс есть и валютные пары, CD на индексы, на акции, на различные золото, нефть. То есть, можно поискать. Это много времени занимает, включили дневной или недельный график, переключили вверху в метод таймфрейм, можно переключить с дня на неделю, с недели на месяц и так далее. То есть, не нужно открывать 100 графиков, можно просто открыть один график и переключаться и, соответственно, посмотреть, есть там, допустим, поглощение какое-либо или нет, есть пин-бар или нет. Если нет, то смотрим на другой инструмент. То есть, чтобы, допустим, открыть график и посмотреть, что сейчас на свечках, тут требуется всего лишь 30 секунд на один инструмент, допустим, и посмотрели на другой инструмент. Соответственно, за минут 5 мы можем инструментов 10 посмотреть и что-нибудь для себя интересно найти. Причем, эти формации, они очень простые. Тут не как там волны или о-то, там 5 волн, еще там подволны идут, еще клин, флаг и так далее. Тут можно запутаться легко. Здесь ничего такого сложного нет. Так, еще вопрос. То есть, свечные комбинации, как точка входа, типа формализуем вход, а далее все как обычно поправление капитала. Я говорю, у вас вопрос. Смотрите, здесь вы совершенно правы, дальше все как обычно. То есть, мы формализуем вход, где мы входим и дальше также действуем. То есть, берем как минимум, чтобы наш тейк профит был в полтора раза выше, чем стоп-лосс, в полтора-два раза. Это вполне нормальный такой ориентир. В учебниках пишут про 3, 3 к 1, но это скажем так применяли раньше для долгосрочной торговли, потому что все вот эти учебники, они были скажем так построены на анализе, который был в 80-90-х годах. Тогда использовали исключительно такую долгосрочную торговлю. Тогда мало кто торговал внутри дня, тогда практически не было никаких роботов, за редким исключением и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас, когда мы говорим о такой вот краткосрочной торговле на 1-2 дня, тут не всегда бывает возможность 3 к 1 взять. А вот допустим 1,5-2 это вполне реальный результат. Поэтому также для себя определили все дальше как обычно делать. Видеозапись Василия обязательно будет, можно будет посмотреть, где посмотреть на нашем сайте, а где еще. У нас есть сайт в разделе обучения и видеоуроки, есть и видеозаписи всех наших прошедших вебинаров, также расписание наших будущих вебинаров. Сейчас я ссылку в чат выложу на этот раздел, вот можно зайти по этому разделу и там есть все видеозаписи и также расписание вебинаров совсем можно сломиться. Что касается как определить точку входа, смотрите, Надежда, здесь есть два варианта, например, вот здесь пин-бар появился, цена, следующая свечка закрылась выше намного, мы сразу же можем входить после того, как пробили пин-бар, сразу появилась новая дневная свечка, сразу входим, либо допустим открытие дневной свечки отложить 30-40-50 пунктов вниз, то есть в расчете на небольшую коррекцию и после этого входить. Бывает, что коррекция есть, а бывает, что сразу цена улетает дальше, поэтому тут идеального такого универсального правила нет, можно тогда пойти по простому пути, который я сам тоже для себя всегда использую, я всегда вхожу как минимум двумя частями, бывает даже и тремя, то есть я сначала сразу вхожу максимум половиной объема, это максимум, просто больше половины никогда не вхожу. Оставшуюся половину оставляю на случай откатов, на коррекцию и ставлю чуть пониже ордера лимитные, и они бывают срабатывают, бывают не срабатывают, но если даже они не сработали, то ничего страшного, все равно половина сделки есть, а половина уже в рынке, поэтому тут можно входить сразу на весь объем, можно ждать коррекции, бывает, что коррекция есть, бывает ее нет, поэтому тут никогда никто не знает, будет коррекция или не будет коррекция, поэтому входим сразу и также половину оставляем на случай коррекции, поэтому я раньше тоже много экспериментировал, как тут лучше сделать, сразу войти, входишь сразу, допустим, цена раз на коррекцию уходит, и думаешь, какой же я дурак, что не подождал, следующий сигнал ждешь, допустим, да, коррекция нет, цена сразу улетает, думаешь, какой же я осиол, что не вошел сразу, и вот так вот я много экспериментировал, ничего толком особо хорошего не получалось, да, бывало так, что сразу ставишь на весь объем, и прям сразу цена полетела, все вроде бы здорово, потом несколько раз коррекция, и ты сидишь тут локти, кусаешь, думаешь, ну, надо было все-таки по-другому, поэтому я много экспериментировал, у меня, честно говоря, не получилось найти какое-то вот такое прямо одно такое верное решение, поэтому я все забросил и решил вот входить частями, половина сразу, и половину ставим на коррекцию, либо эту вторую половину одним ордером осуществляем, допустим, двумя, то есть половину делим на две части, 0.25 и 0.25 условно говоря, торгуете вы одним лотом, поллота сразу вошли, и допустим нам дальше 0.3 плюс 0.2 или просто еще раз 0.5 вот так вот, то есть можно поэкспериментировать у какого-то универсального правила, я вот много информации читал и в интернете, и в учебниках тоже никто никак не рекомендует, что прям вот этот метод такой хороший сразу входим или только ждем коррекцию, и поэтому через череду экспериментов пришел выводу, что лучше частями входить. Да, бывает так, что вошел половина объема и цена улетела, и ты закрылся и взял половину, а мог бы больше, ну а что, ничего страшного в этом нет, как бы у нас еще впереди будут сигналы, можно еще будет заработать, то есть даже если вы заработали, но заработали в два раза меньше, это все равно плюс, чем вы, допустим, потеряли. поэтому я вот применяю такой метод. Посмотрите, попрактикуйтесь, экспериментируйте, может быть, у вас получится как-то выработать для себя такой хороший метод, и если он будет хороший результат, то применяйте его, может быть, вы будете только на коррекцию входить, или только сразу, или коррекция небольшая. Попробуйте, поэкспериментируйте, и потом также нам расскажете, поделитесь с результатами. Я не говорю, что вот этот метод, входим половину сразу, и потом оставляем коррекцию, он такой идеальный, нет, просто это один из методов, который позволяет и быть в рынке, и в то же время забрать коррекцию, если она вот такой вот метод. Теперь поговорим еще об одном инструменте, который тоже поглощение называется медвежие, вы говорили обычным, теперь медвежие, это вот на графике уже австралийский доллар, доллару американскому, это поглощение появилось на неделе, во второе, 4 июля, оно было сформировано, вот здесь область также выделена, сначала была обычная свечка, потом вот медвежья свечка. Здесь у нас уже дневной график, то есть более сильный сигнал, это конечно неделя, на дневках тоже сильный, но поменьше, плюс, еще что у нас здесь, это то, что мы видим здесь цена медвежьей свечки, она цена закрытия ниже, чем тело открытия бычи свечки, то есть тело мы перекрыли бычи, но при этом цена закрытия не за экстремум, в данном случае минимум, то есть, когда мы говорим о поглощении бычи, нас интересует, чтобы было закрытие дня выше максимума, когда мы говорим о поглощении медвежьего, как на этом графике, мы говорим, что более сильный сигнал, это если закрытие дня ниже, чем минимум предыдущей свечи, здесь такого нет, поэтому сигнал, с одной стороны есть, но вот такой прям, когда сильный очень, как по нефти, но тоже сигнал есть, его тоже можно использовать, и здесь, соответственно, что мы делаем, мы либо входим сразу, либо на коррекциях, либо сразу на коррекциях, то есть, половина сразу, половина на продажу, у нас появился сигнал, сигнал на продажу, вот мы видим, что у нас свечка вниз, а потом и откат был вверх, то есть, была коррекция, поэтому, если мы сразу и половину оставили на коррекцию, то у нас получается, что мы можем хватить и, скажем так, и первый ордер, и второй ордер, и дальше, вот у нас медвежья свечка, цена снижается, соответственно, вот здесь коррекция тоже есть, поэтому можно и только на коррекции входить, и так, и так, то есть, можно поэкспериментировать, и здесь, что у нас получается, тоже сигнал, соответственно, на продажу, то есть, вот такие вот модельки, их легко найти, много времени на это тратить не нужно, как вы видите, достаточно просто, и ничего, теперь поговорим уже о ценовых диапазонах, вот у нас S&P в основном диапазоне, и здесь можно обозначить, как вот такой вот треугольник, визуальный такой, конечно, никакого треугольника на графике нет, это непосредственно, мы, скажем так, немножко придумали у себя в голове, но вот так вот можно такой вот диапазон под треугольник подвести, у нас есть нижняя грани, есть и верхняя грани, вот S&P зажат, зажат в этом диапазоне с ценом, и поскольку у нас тренд был вверх, вот мы видим, это у нас недельный тоже график, мы видим тенденцию к росту, то обычно выход с такого диапазона это продолжение тенденции, то есть будет выход вверх, получается, по этому основному диапазону у нас есть по S&P исторический максимум, это 2,455, и получается, что скоро, очень скоро, потому что мы видим, что цена уже подходит к завершению вот этого ценового диапазона, должен быть выход, должен быть выход вверх, то есть обновление 2,455, куда может обновить, куда-то вот около 2,500, там 2,500, либо немножко не дойдет, там 2,485, вот куда-то туда S&P стрельнет, а когда он стрельнет, здесь мы говорим о недельках, поэтому может стрельнет в июле, в конце месяца, может быть в августе только стрельнет, вот где-то в это время S&P стрельнет в июле, в августе, то есть лет на примерно 2,500 или около 2,500, и обычно бывает так, что сначала тестируют нижнюю границу, вот она у нас такая наклонная нижняя граница этого ценового диапазона, и здесь у нас после тестирования происходит пробой верхней границы и цена идет дальше вверх, у нас нижняя граница этого диапазона находится в области 2,400, тоже у нас круглая такая отметка, поэтому получается идеальная такая вот модель, идеальное развитие этого ценового диапазона, сначала уход вниз, ложный, потом резкий поход вверх, поэтому вот где-то в самое ближайшее время получается, может на следующей неделе, в самое ближайшее время снижение примерно к 2,400, плюс-минус, и после этого уже дальше рывок вверх, примерно куда-то на 2,500 или около, вот такой вот сигнал, он сейчас формируется по S&P, то есть ждем по S&P в эти оставшиеся летние месяцы, июля-августа, достижение 2,500, может быть, это будет на следующей неделе, может быть, только в августе, тут нам ценовые диапазоны времени говорят, они нам говорят только о том, что у нас есть тренд, и цена вошла в тренд, и здесь уже получается, что выход из этого диапазона будет как раз тенденция дальше к росту, и где-то плюс-минус психологического уровня 2,500. Поэтому ожидаем, ждем, наблюдаем в ближайшее время вот именно такой динамики по S&P, то есть на вопрос котировок. Также еще у нас есть ценовой диапазон, здесь уже по паре доллар, американский и канадский доллар. Здесь тоже диапазон, был сильный тренд, здесь уже сильный тренд вниз, вот линия наклона такая видна, и вошли во флет, или в диапазон, несколько дней стоим, и все это обычно завершается тем же самым, что и по аналогии с предыдущим графиком, после сильного тренда идет диапазон небольшой ценовой, и после диапазона опять тренд продолжается. Поэтому здесь по данной валютной паре в самое ближайшее время можно ожидать снижения котировок, у нас получается диапазон внизу граница 1,291,11, вверху 1,301,13, то есть этот диапазон всего сто два пункта, это очень маленький такой диапазончик, потому что уж больно было такое сильное падение, упали тут на 800 с лишним пунктов, и вошли в диапазон на сто пунктов, и сейчас постоим какое-то время, может быть только сегодня постоим, завтра туда рухнем вниз, либо на будущей неделе, вот будет снижение котировок, снижение цель, здесь уже получается 1,2850 по этому снижению. Поэтому где можно шортить данную валютную пару, шортить в идеале конечно надо верхние границы этого диапазона 1,3013, другое дело, что не всегда дают этой верхней границе, бывает что цена тестирует сначала верхний гранит, после этого падает дальше сильно вниз, бывает что такого нет, поэтому здесь чтобы не остаться без сделки, вдруг не будет тестирования этой самой нижней гранины, этой самой верхней границы, мы соответственно можем также выбрать вот такой вот метод, о котором я уже рассказывал, то есть половиной войти сразу и оставшуюся половину размести чуть повыше, то есть мы можем войти на середине этого диапазона 1,29,2 продать и поставить еще продажу на верхнюю границу значит диапазон 1,30,13 и цель 1,28,60 мы здесь выходим то есть получается даже если один ордер сработает у нас 100 пунктов по этой валютной паре чистыми минус спред будет это нормально то есть хорошая вполне сделка 100 пунктов неплохая такая сделка по одной валютной паре то есть в чем суть ценовых диапазонов то есть как их различать и вот просто если коротко здесь суть в том что мы ищем тренд на графике чтобы он был хорош продолжительный по времени на дневках на недельках и после этого чтобы пара вошла в какой диапазон либо это такой вот горизонтальный диапазон как на текущем графике пара доллар американский канадский либо как на предыдущем графике это своего рода такой вот треугольничек такой вот наклонный диапазон и здесь получается что через некоторое время все это завершается и цена дальше идет по тренду то есть смотрим чтобы на графике был тренд либо вверх либо вниз вот мы рассмотрели два примера один из них вверх как понять что вот нас здесь вверх вот мы видим тенденцию к росту я здесь все красно видно где мы в левую часть играем где мы уже в правой части играем вверху то есть здесь понятно без всяких линий без всяких индикаторов что у нас тренд то есть мы себе представляем что у нас минимум и максимум они растут последовательно значит тренд восходящий и значит пара где-то застабилизировалась то есть плюс-минус на месте торгуется небольшая такая волатильность небольшие колебания некоторое время как бы рынок тухает и потом опять дальше слияет по тренду то же самое и здесь у нас получается то есть что мы здесь видим мы здесь видим что у нас тенденция вниз мы видим падение падение два месяца очень сильное снижение котировок по паре доллар-американский доллар-канадский и здесь мы видим также пара вошла в диапазон стоит некоторое время и после этого будет выход дальше вниз поэтому тут ничего сложного тоже нет то есть если мы просто нашли какой-то график где ярко выраженного тренда где то мы рахтем то мы падаем тут ничего не надо искать то есть не нужно искать торговые диапазоны они видны так легко на графике а если мы начинаем искать вот так посмотрели перевернули покрутили то мы здесь занимаемся не тем нам не нужно их искать они прям вот легко видны на графике виден тренд виден диапазон и дальше выходим по тренду а если же этого ничего не видно не видно тренда толком не видно диапазона то здесь ничего не надо этим график искать мы не изобретаем велосипед мы лишь просто ищем простые модельки которые легко найти на графике они хорошо эффективно работают поэтому вот такие вот есть простые сигналы уважаем коллеги задавайте пожалуйста свои вопросы и я на них с удовольствием отвечу то есть сегодня мы рассмотрели примеры которые у нас сейчас и которые также нам позволяют на этом зарабатывать то есть мы рассмотрели получается все примеры они сейчас в рынке за исключением одного это мы пинбар рассматривали я просто как для примера его предоставил то есть он не в рынке он отработан был недавно несколько дней назад остальные примеры в рынке находятся они актуальны пинбар просто как для примера то есть здесь чтобы было понятно что это простая такая модель если цена закрытия следующего дня закрывается за экстремумом если за максимум значит будем расти заменим значит будем падать то вот такую модель также можно использовать так на доллар канаде слева на графике видно что был тренд вверх потом диапазоны ушли вниз евгений викторович благодарю вас за вопрос смотрите здесь у нас что касается данной валютной пары то здесь также необходимо отметить что да бывают такие моменты что там был диапазон потом ушли вниз что еще раз подчеркивать что это сигналы не стопроцентные совсем прям так что вот прям все мы однозначно получили сигнал две стопроцентные здесь как по индикаторной торговли так и без индикаторной торговли бывают такие сигналы что мы там видели тренд допустим и он был потом диапазон и в итоге мы увидели что диапазон был не пробит а наоборот у нас был вот такой ложный сигнал это первая такая модель что действительно бывают ложные сигналы что касается именно вот этого графика по этой валютной то здесь у нас тренд по этой валютной паре он был не такой совсем мощный он был с 13 апреля и до этого мая то есть он был меньше месяца вот здесь мы говорим о том что тренд вниз у нас два месяца соответственно здесь также необходимо смотреть что если тренд меньше месяца в данном случае до этого был три недели три недели тренд то это не такой тоже сильный это не такой сильный сил то есть вот здесь когда мы говорим о диапазонах то давайте вернем еще раз график здесь мы видим что мы видим июль 16 и вот сейчас июль 17 мы видим вот такой годовой отрезок и вот такой диапазон то есть больше временной масштаб мы не рассматриваем что у нас было на периоде 3 недели 4 недели и так далее то же самое мы сейчас не рассматриваем сегодня в рамках этого вебинара часовые свечки которые несут также все сильных сигналов то же самое вот и здесь мы здесь видим что у нас 2 месяца падения 2 месяца это большой масштаб 3 месяца это еще лучше если мы видим такие момент 2-3-4 месяца то это хорошая такая тенденция я не беру тенденции все что месяц и меньше месяца или чуть больше месяца потому что много ложных сигналов поэтому здесь что касается вот именно вашего примера о котором вы говорите то это малый временной отрезок чтобы говорить о том что был сильный тренд и потом диапазон и цена развернулась сильный тренд это хотя бы 2 месяца 2 месяца на дневках на недельках на любом из этих двух таймфреймов вот мы здесь видим что у нас 2 месяца тренда потом мы вошли в диапазон это хорошая такая тенденция и еще здесь также хотелось бы отметить что чем уже диапазон чем он такой вот небольшой тем более надежный сигнал то есть когда диапазон пунктов 100 плюс минус то это очень узкий диапазон когда диапазон пунктов 300 то это уже широкий диапазон тут уже сигнал может быть ложный поэтому здесь вы совершенно верно подметили что была тенденция к росту потом диапазоны развернулись но тенденция к росту она была очень малая согласитесь 2 месяца и 3 недели это 2 большие разницы это разница более чем в 2 раза поэтому я не рекомендую брать тренды если они наблюдались месяц или меньше даже месяца или чуть более месяца пару дней за месяц прошло хотя бы 2 месяца и больше то есть открыли график дневной или недели смотрим как минимум 2 месяца диапазон чтобы был не диапазон а чтобы тренд был или вверх или вниз и после этого вошли в диапазон то вот эту модельку можно использовать здесь в данном случае получается середина апреля по начало мая это тут 3 недели около 3 недели это очень маленький такой диапазон получается здесь не такой ярко выраженный тренд был как вот здесь мы видим он более такой ярко выраженный видите мы получается в мае падали потом опять вошли в небольшой диапазон опять еще раз упали весь июнь практически падали то есть это вот такая вот сильная тенденция уважаемые коллеги задавайте пожалуйста свои вопросы и я на них с ними отвечу также хотелось бы сделать небольшой анонс у нас сегодня можно получить бонус 50 долларов на торговый счет бонус участвует в просадке доступен увеличение торговых оборотов и этот бонус у нас доступен при пополнении его на сумму 200 долларов и бонус этот приурочен к завтрашним данным по нонфарм параллс завтра будет такой отчет 15.30 по Москве завтра мы в честь этого события проведем вебинар специальный в 15.15 поговорим о том какие данные могут быть какие движения это все может вызвать на рынке и вот завтра такой вебинар проведем и для торговли на фармах компания фрешфорекс предлагаю всем своим клиентам специальный бонус 50 долларов который можно использовать в торговле в участке просадки и так далее и тому подобное так евро доллар сейчас Татьяна Барева запрос вы знаете евро доллар не могу сейчас сказать не смотрел что там у нас происходит на рынках прямо сейчас поэтому завтра уже могу это прокомментировать сейчас готовим вот перед нашим вебинаром непосредственно вебинар поэтому был занят вот этой подготовкой все и что касается вот так вот в целом что получается то здесь надо посмотреть еще повнимательней я смотрел новости там новости одни хорошие вышли асм вышел хорошей адп вышел плохой надо еще на облигации поглядеть поэтому пока не могу сказать что там с Ева надо бы посмотреть поподробнее так вроде вопросов пока больше нет если вопросов по теме нашего вебинара больше нет тогда мы наш вебинар завершаем сегодня мы рассмотрели с вами простые моменты модели без индикаторной торговли ни одного индикатора не было новостях никаких не говорили и эти элементы они очень простые эффективные еще раз напомню что они работают на дневных и недельных графиках и ничего сложного в их определении нет поэтому я надеюсь что вы сегодня получили для себя ценную информацию которую применить в своей торговле и вы не что они не Продолжение следует...